Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и сегодня мы поговорим о очередном слухе подписки Xbox Game Pass, который по-любому многих заинтересует. Перед началом видоса, как всегда, попрошу поставить лайкусик и подписаться на канал. Начнем с того, что легенды про семейную комнату, про семейный доступ ходили очень давно. Да, где-то со времен Xbox One об этом говорили. Если мне не изменяет память, то изначально данный семейный доступ предполагался для создания общего доступа всем членам семьи. Но это в принципе было логично, поскольку мало кому хотелось покупать на еще один профиль одну и ту же игру. Но поскольку все бы вдруг стали братьями и сестрами и раздавали бы свои игры налево и направо всем, кому не лень, Microsoft немножко подкорректировал данную идею и сделала функцию домашняя консоль. Тема реально выгодная, если брать игры вместе, да и разумная, если у вас в доме не одна консоль. Мы этой функцией, если что, пользуемся с братом, я вхожу на профиль имеющий игры, а он на мой профиль просто постал домашним и не входит. И по сути при этом он пользуется всем, что у меня есть на профиле, а именно подписками и играми. Если вдруг об этом не знали, то можете глянуть мои ролики, там я подробно обо всем рассказываю. Ранее во времена Xbox 360, к сожалению, таких тем вообще не было, поэтому мы играли по сути с одного аккаунта. Ибо если игры хоть и на дисках, да и можно спустить с одного или другого аккаунта, то покупать повторно для еще одного профиля подписку Xbox Live Gold, ну было как-то невыгодно. Сейчас же совершенно другие времена и самое что интересно, те или иные компании, они начали вести более открытую политику, внедряя при этом больше лояльных программ. С одной из которых, кстати, с нами поделился пару дней назад Windows Central. Сразу говорю, что это не официальная инфа, поэтому верите или нет, это дело ваше. По их словам, Microsoft думает над тем, чтобы вести более доступную подписку Xbox Game Pass для пяти человек одновременно. И тут я уже, честно, не знаю куда еще доступнее, если вспомнить другие регионы, тему с конвертацией и функцию домашней консоли. Кстати, если вдруг не знаете, где приобрести подписку в это время, то советую ребята из X Games, которые помогут вам приобрести подписку, игры подешевле, чем в Microsoft Store. Ребята проверенные и ссылочек на них я оставлю, как всегда, в описании. В чем, собственно, сок данного предложения? Первое, якобы будет использоваться система семейных учетных записей Microsoft. Ну, это по типу та тема, в которую я, к сожалению, попал по ошибке и до сих пор для Microsoft я являюсь ребенком. Да. Владелец основной учетки сможет управлять доступом к подписке. То есть я предполагаю, что за счет добавления в семью, в случае чего, так называемый батя этой комнаты, скорее всего, сможет ограничить в тех или иных играх или времени провождения других пользователей. Как это, скорее всего, и делается при помощи радиоэтического контроля. Ну, или в крайнем случае, вообще сможет удалить из семьи. Че-то, по-моему, много вставок с виндитель, мне кажется, не? Также стало известно, что при этом все пользователи семейной подписки должны жить в одной стране. Но тут, я думаю, все понятно. И тут, скорее всего, это будет отслеживаться чисто по региону создания аккаунта. Мол, главное, создай RU-регион и всегда держи консоль на этом регионе, и все будет окей. Также была информация, что у данной подписки будут, по сути, все те же функции, что и у той, которая сейчас, без каких-либо ограничений. И запуск данной подписки планируется в 22-м году, то есть в этом. Исходя из всех этих подробностей, конечно же, звучит все очень круто, ибо пахнет халявой. И мне кажется, что каждый, кто понял, в чем суть этой подписки, понимает, что подписку на 5 человек можно будет брать, ну, крайне дешево. Но, исходя из того, что майкам нужно как-то все-таки зарабатывать, и по логике им не особо выгодно, чтобы подписку покупал каждый пятый, ну, это считайте, если раньше мог ее брать каждый второй, благодаря функции домашняя консоль, то в будущем, скорее всего, будет брать как раз-таки один из пяти человек, что в целом сокращает прибыль и значительно. И тут я не очень понимаю, чем данная политика подписки майкам будет очень выгодна. Исходя из этого, у меня есть вероятность, что в случае ввода этой подписки, они могут видоизменить конвертацию. Для тех, кто не знает, при помощи двух разных кодов, а именно подписки Xbox Live Gold, там, на 12 месяцев, и подписки Xbox Game Pass Ultimate всего лишь на 1 месяц, можно сделать 13 месяцев ультимейта. Если что, это до сих пор работает, и мне почему-то кажется, что с приходом такой щедро доступной подписки, конвертация может просто видоизмениться. Также мне почему-то кажется, что благодаря вот такой теме подписка может пропросту возрастить в цене. Честно, в эту новость верится очень слабо. Но если она будет действительно так, как вы реально написали, то либо Microsoft окажутся, ну, слишком щедрыми, либо же просто подрежут нас в чем-то другом. И мне кажется, при этом легко подать до повышения цен. Мол, ребята, мы вам даем покупать подписку, там, одному из пяти человек, да, но при этом, извините, цена вырастает, потому что им опять же нужно как-то зарабатывать со всего этого. Ну, а когда покупают подписку каждый пятый, да, с новой программы, ну, мне кажется, что это не особо выгодно. Просто, на мой взгляд, в такой щедрости должен быть в чем-то либо подвох, или же подметка со звездочкой. Как бы понятно, что Microsoft таким ходом, скорее всего, отвечает двумя шагами вперед Sony на их трехуровневую подписку. Но, мне кажется, опять же, это что-то крайне щедро. Да, если кто-то не в курсе, Sony видоизменила свою подписку и, грубо говоря, совместила в подписке PlayStation Plus еще и PlayStation Now и разбила ее по уровням. Но, несмотря на это, данное предложение все равно, вот лично для меня, оно выглядит довольно-таки спорным по сравнению с геймпасом, поскольку у новых игр от Sony в день релиза там все-таки не намечается, лишь какие-то демоверсии. И что из самых таких клевых преимуществ в данной подписке, ну, наверное, это всего лишь обратка. В остальном, лично для себя, я каких-то прям супер-клевых преимуществ, по сравнению, опять же, с геймпасом, ну, для себя я не обнаружил. Но, мне почему-то кажется, что так или иначе, они, так же как Xbox, будут заключать контракты с новыми играми, но уже сторонних разработчиков, чтобы они тоже попадали в их подписку на определенный период. И вот именно тогда, в целом, подписка и будет реально хорошим приобретением. Но что касаемо подписки геймпаса на сегодняшний день, то она остается все той же выгодной для меня подпиской, даже если не учитывать новость про семейный доступ из пяти человек. Хоть и многие там не видят ничего интересного, меня она все равно уманит тем, что я просто получаю огромный список игр, и самое главное, который всегда обновляется. И в целом, он не дает заскучать в это, я бы сказал бы, скучное игровое время. Ибо, знаете, покупать какую-то игру по типу Back 4 Blood за фулл прайс, ну, было бы совсем не очень. Ну, а получать ее по подписке, по сути, на халяву считай вообще огонь. Поэтому для меня подписка геймпаса, это, по сути, та подписка, которую я, несмотря ни на что, продлевал, и буду продлевать в ближайшем будущем. Кстати, если кто-то в танке, то в сети уже были замечены намеки на добавление серии колды в подписку геймпас, что в целом намекает о том, что слияние Activision Blizzard с майками уже не за горами. Поэтому такие вот новости, ребят. Если что, обязательно пишите свое мнение насчет всего этого в комментариях. Будете ли вы пользоваться таким предложением, а именно семейным доступом? Верите ли вы в него? И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok